добрый день дорогие друзья сегодня у нас 1 января 2020 года вот так по календарю зоо календарю мы вступили в новый 2020 год и считают что он принесет много изменений но я уже говорила об этом годе много сегодня у меня другое вчерашняя ночь для меня прошла удивительным образом я не пила не поднимала никаких бокалов я просто размышляла а потом я смотрела разные передачи естественно я вообще у меня нет теле ну я не включаю телевизор у меня его нет у меня есть только интернет и я включила сначала вот этот новогодний концерт потом новогодний огонек у нас а потом посмотрев его включила квартал 95 и пошел процесс сравнения сегодня утром я потрясение удивление в открытиях и поэтому так и называется пост новогодний синдром анализ анализ размышления синдром о том что я увидела обо всем увиденном и о квартале 95 без зеленского и зеленским и о нашем огоньке и о людях которые там выступали если их назвать можно людьми и вот что меня удивило первое я начну наверное с квартала 95 я смотрела очень почти все передачи с кварталом 95 когда лидером и участником был зеленский и вы знаете вот я поняла одну вещь и вот квартал без него новогодний вроде бы все здорово но чего это вот незримо не хватает как знаете вот кушайте что-то там пищи чего-то не хватает какого-то вот перчика или какой-то травки или чего-то большего гораздо на самом деле когда зеленский был квартале 95 я поняла что понятно что харизматичный человек помните я вам говорила что когда рыбки или птички летят в направлении стаи обязательно есть стаи одна рыбка или одна птичка который обладает особенным невидимым но особым излучением и все остальные птички и рыбки выстраиваются по этому излучению так вот зеленский и есть эта рыбка эта птичка этот человек по которому когда он присутствует где-то вот выстраивается все вот особым образом то есть он дает вот это невидимое излучение которое делает какой-то особый привкус появляется у концертов какой-то юмор становится вот особенный и это очень ощущается это говорит о том что он действительно человек избранный от рождения избранный и когда сейчас квартал лишился 95 зеленского стал президентом вот эту свою энергию он перенес квартала 95 на всю страну что происходило с украиной за все эти годы когда правил порошенко и там все это было все это безобразие там произошло полное расчеловечивание и я знаете что я стала наблюдать я в удивлении обнаружила что оказывается в нашей природе в человечестве наверное в природе такой идет постоянный процесс эволюции и эволюции есть процесс вычеловечивание и развитие человека это со всеми его моральными качествами ограничениями тем что он должен каким он должен быть человек вот этими добродетелями и можно развивать до бесконечности человеческие способности вместе с добродетелями а есть процесс расчеловечивания так вот в украине вот эти порошенко и вся это его шатия братья они привели все к такому особенному расчеловечиванию людей что люди за счет их за счет вот этого порошенко они стали превращаться в животных которые стали терять совесть честь животные и потом вы же понимаете что по шкале животные а потом насекомые многие превратились просто в насекомых и это ощущалось и когда сейчас зеленский уже полгода или сколько там правит видно как вот обмен пленными был да и забрали ребят и вот они там и он сам плакал и люди вокруг как он самим собой своей энергии начинает возвращать людей в человеческое состояние возвращать им человеческий облик идет процесс вычеловечивание снова возвращение назад вот очень легко я поняла что расчеловечить себя расчеловечиться очень легко когда нет лидеров харизматичных есть люди с фаном природным я потом об этом скажу а вот харизма это особенно это избранные люди и если таких людей нет или они есть но они не стоят у руля и где-то они не влияют на людей не являются лидерами мнений то идет очень быстрый процесс снятия всех запретов всего-всего что нам было наложено вот законов каких-то нравственных моральных и люди очень быстро вместе с руководителем летят под откос и происходит их расчеловечивание и они превращаются уже во что-то другое либо в животных это еще куда не шло а то дальше так и в насекомых а потом паразитов всяких мелких типа там пиявки там какие-то всякие ползучие гады а потом вообще и вирусов то есть и они люди становятся как бы вирусами понимаете что происходит вот и то что я увидела что именно зеленский нужен народу украины и он пришел чтобы за пять лет не вот это конечно мир он установит все что он обещал это сделать и так понятно но основная его задача которую бог на него возложил этого человечить всех людей кого можно кого можно еще вернуть в человеческий моральный нравственный облик то есть предать человеку человеческое и я вот уже видела лица там я вот вижу вот это вот когда осатаневшие уходит осатанение и открывается человеческие лица на которых и доброта и любовь и слезы истинное сюда и это так приятно это так чувствуется прямо вот на тебя идет это все и вот дальше там квартал новогодний квартал 95 сам зеленский сидит в зале уже в зале как зритель квартал 95 делают те кто остались и вот все бы казалось ничего да все таки чего то не хватает а не хватает им вот этого лидера зеленского и тот кто заменил его это уже немножечко по понижающий идет это я рассказала вот о том что я посмотрела и вот этот анализ удивительно как я смотрю как вообще как легко и быстро можно человека расчеловечить и как можно и как трудно наверное вот как зеленскому дальше вернуть их в человеческое состояние кто это понимает скажите кто на земле сегодня это понимает кто умеет так анализировать как мария карпинская и я поэтому сегодня тем кто меня слушает вставляю вам эти мозги и прошу вас тоже заниматься анализом чтобы вы не смотрели всегда смотрите с позиции эволюции и инволюции смотрите что происходит потому что очень легко забыть о свете очень легко забыть об облике человеческом и теперь я возвращаюсь к россии значит я включила на самом начальном этапе я включила там вот был концерт такой какой-то на улице записанной естественно и потом перешла на огонек но там одни те же только одни и те же лица разные и вот вы знаете что меня потрясло я конечно видела людей которые расчеловечиваются и превращаются в животных и вот они даже становятся похожими на разных животных хомяков крыс там еще у кого-то там на разных это все понятно и порочный круг нас давно записали чтобы мы все были похожими на животных и расчеловечивались потому что тогда животными управлять легче но самое страшное то что я увидела это как люди неожиданно они превращаются в насекомых и вирусов когда-то я смотрела пураны вот бог богу Махадея там Махакали и там тоже было такое в демоническом мире демон главный он такой видящий и вот он призывает какие-то наползают какие-то страшные жуки он так рукой на них раз и они превращаются вот уже в человеческий они обретают образ вот этот физически-человеческий и идут воевать вот и я думаю у нас же какие интересные вообще мысли индусы дают нам да не зря китайцев называют мурашами то есть на самом деле не только животные могут становиться людьми но и насекомые тоже могут обретать человеческий облик но вы же понимаете ум насекомого и ум животного и ум человека чем отличается у насекомого там уже кстати вы замечали что у насекомых нет ни фана фана природного нет вот зайчик кошечка фан природный умиление а у насекомых нет даже у самых красивых бабочек все равно какое-то вот у меня лично отторжение ко всем насекомым и жукам разным тоже как бы их не люблю так вот оказывается что люди могут наверное переходить человеческий облик это я сейчас об этом размышляю а могут возвращаться к насекомым хотя быть физически в человеческом облике или еще что хуже в вирусы и вот смотрите я когда слушала этот концерт ну во первых я смотрела что у каждого есть вот это вот шоу да и что там делают люди внимательно вообще умейте внимательно наблюдать я наблюдала за тем что они делают и какие слова они исполняют то есть я раскрыла свои уши я открыла свои глаза и я начала уже там смотреть и удивляться моему удивлению не было конца и края вот из знакомых там много людей которых я не знаю но из старых знакомых свое шоу и какую-то странную песню сделал Филипп Киркоров значит там были какие-то странные существа типа жуков каких-то одетых в какие-то костюмы и у них не было лиц слепые они все потом жуки превращались еще в каких-то с длинными одеждами то есть такое жук-человек-человек-жук все без лиц без глаз и только он один с глазами и лицом открытым то есть он типа один видящий начальник да такой визи вул да вот и потому что бог всех насекомых и мух это визи вул он как бы видящий и потом в конце он тоже превращается в невидящего то есть одевает на голову нахлобучивает что-то типа инопланетное да то есть он показывает что все эти насекомые это какие-то инопланетные существа которые здесь видимо так вот превратились в таких маленьких существ и чьи могут вселяться в людей вот и теперь слова а теперь давайте проанализируем слова его песни вот эти все крутятся странно и ведут себя я посмотрела как прыгают очень многие ну вот так только насекомые ведут себя так люди не ведут честное слово там только два человека были маломальски человеческими это Лариса Долина и Малинин ну о них чуть позже скажу а сейчас о Филиппе Киркорове Киркоров уже да уже даже не могу выговорить по-человечески удивительно у него слова такие что ну вот смысл такой сняты все запреты я уже дышу тебе в спину молчи вот что-то такое градус повышается то есть температура повышенная запретов больше нет я дышу тебе в спину молчи знаете здесь только либо это песня маньяка которая идет за жертву но вряд ли или это песня вируса то есть вот который может убить и как смерть дышит в спину говорят да то есть я дышу тебе в спину температура твоя повысилась вы можете представить себя поразмышлять если захотите можете даже потом прослушать и будете удивлены потом значит одна да они все одеты очень странно вот блестящие костюмы которые действительно напоминают вот оперение оперение говорю не оперение как насекомые вот выглядят да один к одному такая деградация такое расчеловечивание ужас конечно вот и одна какая-то девица в метро они то в метро то в аэропорте пели то еще там то еще где-то она значит исполняла такую песню а смысл какой в том что все это игра на выживание и кто-то один останется только в живых а один помрет обязательно какие-то еще песни о том что в сердце твое залезу и съем тебя изнутри потом вот такой Стас Михайлов вообще меня напугал говорят такая песня была у кого-то из иностранцев ну то есть вот это я в твоей голове я под твоей кожей вот не выкидывай меня оставь меня там я без этого жить не могу вот кто в голову залезает в кожу это только вот клещи какие-то или тоже вирусы понимаете это вот это такая какая-то деградация какую я вообще никогда то есть я наблюдала это я даже не могу там это не осудить ничего я просто наблюдала это с каким-то таким удивлением большего удивления я нигде никогда не испытывала единственное там появлялись периодически орган который говорит сказал фразу главное не потерять разум и вы знаете я поняла одну вещь да вот Малинин и Долина Лариса Долина некоторые пели песни из старого времени и как бы вот эта вот память о старом времени еще сохраняла эту мелодичность и какую-то человечность музыки голосе а многие уже пели совершенно вот если послушать со стороны это ужас какой-то невозможно не слушать не смотреть на них это только знаете ну как на насекомых вот такой юрский период реально юрский период и значит это все в таком преподносится непонятном без мысли без мысли без идеи без ничего что-то такое непонятное что-то запредельное все говорящие все у них нет мысли нет фантазии они все потеряли даже природный фант свой я не говорю о том что среди них не было ни одного харизматичного человека и это уже были все не человеки но они в общем-то и не скрывали это они каждый показывал из них что он есть какая-то одна вышла один к одному пиявка и песня у него такая же вот руки как-то там вот я залезу внутрь тебя будет тебе больно чуть-чуть но это ничего и короче буду оттуда ну то есть просто один к одному все вот это что-то страшное наблюдать это удивительно удивительно наблюдать как природа к концу наверное к концу нашей цивилизации показывает всем нам расчеловечивание с одной стороны вот там Зеленский делает вычеловечивание людей а здесь через шоу-бизнес идет сплошное расчеловечивание и конечно люди которые будут в это вникать они все пропитаются вот этими вирусами если они пустят просто так и вообще поверить этому невозможно потому что там настолько пустота там нет ни капли даже ни души ни ничего вот просто пустота у кого-то хоть там допустим голос вообще ничего нет то есть это это очень удивляет это настораживает это заставляет как-то задуматься о том что природа и Бог показывают нам все процессы если ты умеешь если ты имеешь разум если ты умеешь анализировать то на твоих глазах ты будешь видеть все эти процессы ты будешь видеть процесс вот человече например кого-то всех не вычеловечиваешь а здесь ты будешь видеть расчеловечивание ты будешь видеть процессы эволюции будешь видеть процессы инволюцией. И сама природа тех людей, которые хотят остаться человеками, имеют внутренние стержни, вот как я, например, да, и нравственные основы, еще много чего. Она сейчас немножко ставит сторону и предлагает тебе смотреть на все, на это, вот на то и на это, и делать определенные выводы. На самом деле природа хочет показать, как все в этом мире происходит. Конечно, еще раз те люди, которые каким-то образом подвергнутся этому влиянию, они после этого могут все, что угодно с ней может случиться, и болезни разные, потому что здесь же нет разницы между физическим видением и тонким. Когда эти мельчишат на сцене, когда они произносят или что-то типа пищат со сцены, все эти звуки, они проникают в человека. И это все равно, что действительно этот Стас Михайлов заходит в вашу голову, залезает под вашу кожу, и можно же представить, у всех насекомых есть некая коллективность, их много, мураши много, этих много, и они могут спадаться, расползаться, сползаться, вот и может отпасть какая-то одна частица, вползти в вас. Поэтому это становится настолько уже удивительным и опасным. И мы начинаем изучать этот мир и видеть его совершенно с других как бы позиций. Мы раньше вообще ни о чем не догадывались, вообще люди жили как тумки. Они рождались, они вырастали годам к 60, и что-то человек начинал рассекать просто, что-то здесь не так, или что здесь происходит, и помирал. А сейчас есть возможность все как под микроскопом рассмотреть. Я просто представила себе еще, что вот этих людей, которые пели там, танцевали и все, если бы уменьшить и поместить в микроскоп, то вы увидите удивительные вещи, потом взять вирусы, увеличить их, и вы просто вот это вот все можно сравнить и увидеть. Как же так? Ну как же так? Мы же когда-то народились на этот свет, и мы все были, нам всем дали статус человека. Мы были человеками. И вдруг происходит нечто иное. Происходит расчеловечивание. Отчего оно происходит? Что это такое? То ли нет такого харизматичного лидера, все от головы зависит, да? То есть нет той птички, которая бы все стадо вела, или всю стаю, и стая рассеивается. Но они же рассеялись, но они не рассеялись, они создали некое другое сообщество, которое уже находится на совсем другом уровне. И те же самые люди, которых я когда-то видела как людей, сейчас я вот вижу вот эту вот картину, меня просто потрясают эти движения. Вот после этого Маленин, который на самом деле похож на крысу, вот город Крисы был, да? Или есть? А, есть. И вот он очень похож на крысу, наверное, это его год. он уже смотрится человеком. Хотя у Маленина этого ни голоса не было, ничего. Но в нем человеческое хоть что-то есть. Смотришь на Ларису Долину, в ней тоже человеческое. А вот этот маленький Газманов, который типа вот не стареет, явно, что они все принимают эти стволовые уколы из стволовых клеток разных людей, и поэтому там процессы происходят совершенно разные, мы не знаем, что это такое. Это мы еще будем наблюдать и удивляться. Ну, то, что они лишаются некого разума, и то, что, допустим, тот же Газманов вдруг запел голосом Сукачева, Гарика, и вообще, как бы, что ли, он забыл себя. Ну, может быть, он так хотел поподражать, но не в этом тело. Все это как-то потеряно, у них нет никакого стержня. И я поняла, что, допустим, в природе вот эти все насекомые, они имеют коллективные мураши, там все, комары, они летают группами. Но то, чем они отличаются, что у них нет вот этого вот стержня некого, нет вот вот этого, даже чего-то такого, что вызывает привлекательность. И вот здесь то, что я увидела, это абсолютное отсутствие всякой привлекательности. Причем они так, они как-то поют, но у них нет даже связи с людьми, они поют самим себе. Они отсоединенные, можно сказать, что это вот, но это не аутисты, это хуже. Но это, да, это как аутисты. Каждый из них просто уже давным-давно аутист. Но у них нет своего даже внутреннего мира. Они пустые. И вот не имея этой связи с населением, с людьми, они, у них остается только одно их физическое тело, с их движениями, со всеми вот этими делами. И они еще после этого делать-то нечего, влюбляются только в самих себя, вот в эту физику. И, естественно, теряют разум. Почему все-таки умный мальчик Иван Урганты сказал, что самое главное не потерять разума. Потому что у него чуйка есть. Он понимает, что там что-то происходит такое. И я не удивлюсь, если он куда-нибудь слиняет. Просто чтобы в этой компании не быть. Вот такие интересные вещи я вам рассказываю. И я предлагаю вам тоже поучаствовать со мной в процессе вот этого анализа, подумать, подумать, как природа может прямо на ваших глазах расчеловечить человека. Вот был сосед, человек, вы когда-то с ним общались, а потом вдруг раз, ни с того, ни с сего, и сосед изменился. А там уже нет соседа, человека, там уже нечто другое расчеловечивание. Либо в зверя превратился, либо в насекомое, либо в вирус. Ну вот подумайте над этим. С вами же была Мария Каркинская с постновогодним синдромом размышлений и анализа. Да, еще хочу сказать, что я заметила за собой, это как, вот это и есть тот вечный двигатель, который подарил мне отец, который дает мне силу и энергию. Где бы я ни была, в ванной, извините, на унитазе, или там где-то, что бы я ни делала, постоянный, бесконечный процесс размышления. И этот процесс размышления связан не с моим телом, не со мной, я вообще как-то на это внимание не обращаюсь. Он связан со всеми происходящими событиями, с природными явлениями, как это все происходит, куда это. И при этом я понимаю и держу этот стержень вот этой человечности. И я понимаю, что я должна его держать здесь, в России, потому что если еще убрать вот эту энергию человечности, здесь, последние какие-то штрихи, то что же будет с людьми? потому что я замечала одну интересную вещь, когда я была рядом с кем-то, от меня же фугует этот все время поток, они все контактерами моими становятся. И потом, когда я, допустим, уезжаю куда-то и вот теряю контакт с ними, и вот они выходят из этого потока, что с ними происходит, это ужас какой-то. А я еще думала, что же это такое? А теперь я поняла, как только они из потока вышли, у них нет собственного стержня человека, и они начинают деградировать и по инволюции катиться туда в расчеловечивание. Я желаю вам оставаться человеками, держать этот стержень, как вот, я не знаю, как позвоночник ваш, потому что теряете позвоночник, становитесь ползучими. Вот, а тут как бы они обрели крылья, но так как у них чего-то там не хватает, они превратились в насекомых. Все, спасибо, до свидания.